Добрый день! Сегодня я приготовлю кабачковый пирог с мясом индейки и презентую два вида подачи. Для этого блюда понадобятся следующие ингредиенты. Кабачки, мясо индейки, репчатый лук, сыр твердый, яйца, масло растительное, сухие травы, соль, перец, зелень на украшение. Приготовление блюда начну с кабачка. Сейчас я его потру на терочку буряковую, посолю и оставлю на 10-15 минут, чтобы ушел сок. В данном случае нужна более сухая масса для того, чтобы пирог был нужной консистенции. Перекручиваем индейку на мясорубке. Лук репчатый, нарезаем мелкими кубиками. Добавляю лук, нарезанный к мясу, посолим и поперчим. Тщательно перемешиваем и вернемся к кабачкам. Кабачково-мясную запеканку також називают пирогом. Господині оцінять легкість и швидкість приготовления страви. А чоловікам періг припаде до смаку, тому що містить в рецепті багато мяса. Кабачки пустили сок. Мы еще тщательно прижимаем, чтобы до конца выжить максимально. Сир натираем на буряковую терку, после чего смешаем все подготовленные ингредиенты. Доступный сезонный овощ кабачок является очень полезным и необходимым для работы сердца, мозга, мяса и печеньки. А мясо индейка давно вважают качественным и полезным видом диетического пташиного мяса. Теперь взбиваем яйца. В этом рецепте нет муки, поэтому весь пирог наш держится за счет яиц. Забьем венчиком. Добавляем яйца в фарш. Засыпаем сухую зелень. И очень тщательно перемешиваем до однородной массы. Форму смазываем растительным маслом. И выложим в нее полученную массу. Равномерно распределяем. Пирог будем выпекать в духовке приблизительно 30 минут при температуре 200 градусов. Рецепты выпечки без борошна – это хорошая альтернатива для тех, кто не хочет использовать этот ингредиент в приготовлении улюбленных страв, которые можно назвать диетическими. Пирог готов. Как и обещала, сейчас сделаю два вида презентации. Этот вариант домашний, для семейной подачи на завтрак, на обед, на ужин. А сейчас мы сделаем более изысканный вариант. Подача будет фуршетной. Для нашего фуршетного украшения мы возьмем вяленый помидор, мелко его нарежем, добавим прованские травы и аккуратненько выложим на каждый кусочек нашего пирога. Это придаст пикантности, красивый вид, ну и нотку Италии. Пока сезон овощей в разгаре, обязательно попробуйте приготовить кабачковый пирог с индейкой. Он легок в приготовлении и, как видите, можно подать в нескольких вариантах. Еда – это эмоции и удовольствие. Дарите эту радость своим родным и близким. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова